Привет, друзья! Мы продолжаем запись на арене с замечательных матчей Андрея и его суперсбалансированные колоды. В прошлый раз мы с трудом одолели три базовые колоды и одного какого-то еще чувака, одного лаки победили. Это знаменитый жрец без слова тьмы-смерть. Очень сбалансировано. Это то есть боль. Это то есть боль, да. Ого! Ого! Ну что, оставляем техника? Крыла тьмы и дракона? Или это слишком? И можно еще божественный дух оставить. Ну это уже слишком, конечно. Хотя, не, ну божественный дух... Ну смотри, мы ее бафнем, потом еще и... Да не, 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 божественный дух убирай, остальное, я думаю, надо оставлять. То есть на третьем ходу... Ой, на втором ходу мы ставим эту... О, опять секреты будем убирать. На втором ходу мы ставим эту бабу 3-5. На третьем ходу мы ее бафаем, она становится 5-9. И она убивает всех. Мне кажется, план есть. План Капкан. Ну, если бы мы еще могли удвоить потом в жизни, вообще было плевом. 5-18, я не думаю, что он убил бы ее. Ну что, давай. Действуем согласно плану. Ну, просто у нас хендлок, только он может... Ну, блин, мне показалось, что ты ход пропустил, монетка завязала, ход пропустила. Хуже было бы, если только ты монетку завязал и похилял его. Ну что, мы создаем ему угрозу. Единственное, мы спалились, что у нас есть дракон. Это многое дает нашему оппоненту. Но он не знает, какой. Он не знает, какой, да. Может, он думает, что мы Смертокрыл оставили. Скорее всего, он об этом и думает. Смертокрыл проносится в голове у него. Интересно. Чувак, сдавайся, это не контрится. Зеленая баба... Ого. Ого. Ну что, убиваем и хилим. То есть евреи, да? Да, я хочу на это убавкин. Ладно, давай. Еврей-то кеврей. Не, ну, на самом деле, успеем еще забафать. Да, баба уже убила одно существо и взяла вторую карту. Ну ладно, поставим, пацана. Случательно, да. Хотя он тоже 35. Он осмотнен. Да, сонки, не все сильно, конечно. Если сейчас еще какая-нибудь божественная карта придет, то вообще круто. То есть убийство любого существа без божественного этого. Какая-то пища не убавка. Здесь Алекстраза. Алекстраза, да. Ну, против Варлыка она, конечно, так сильная. Ну, да, можем снять, похилим. Ну, ладно, Алекстраза и... Ну, что, убивай, ставь, наверное, дракона. О, в комбо зашло. Убивай, ставь дракона, да, или что? Ну, не знаю, я бы, может, бафнул, ударился и похилился. А сейчас шестой ход у него, может, убийство. Ну, ладно, давай дракона. Я так понял, что избранник этот... Велен сегодня никого не изберет, я так понял. Ну, блин, просто сейчас шестой ход убийства вообще не хочется. Так, улыни, улыни. Да лоу. Пошли они, нафиг. Контрольщик, блин. Ну, что, кизану и дракончика, да? Ну, да, наверное, кизану и дракончика. Единственное, что, конечно, это очень жестко дохнет от комнаты Хеллфайера. Да не жестко. Хотя, да, дракон остается. Но какой-то реально хендлок, мне кажется, скоро големы пойдут. Возможно. Вера, мой щит. Так, что делаем? Ну, наверное, не знаем усталости. Не, можно в локже надо играть сейчас. Ну, да, духи не знают усталости, он говорит. А, да. И дракончика отдать. А я бы кизану отдал. Ну, кизану отдать. Хотя можно и дракончика. Можно и дракончика. Ну, это не так принципиально. Мы же не знаем, что будет. Духи не знают усталости. В смысле, не знаем, что ли? Ну, то есть, не знаем. Нам важен таргет, спел или лишний один дамаг. Ну... А может отдать обоих вообще? Ну, я думаю, нет смысла в этом. Ну, да, я тоже... Мы уже после того, как Валджин потратили то, что нужно. Если бы у нас Валджин оставался в руке, то, конечно, бы имело такой неплохой смысл, чтобы с руки иметь возможность убить любое существо. Сейчас огненные големы пойдут. Шесть штук сразу. Вся рука. Не, ну шесть штук... Кстати, мы могли не играть Валджина. В смысле, с избранником? Ну, да, с избранником забрать. Избранник сегодня не играет. Да, да, не, просто сейчас мы сыграем механо-усилителя и с одним неистовством ветра добиваем его. Мы вообще просто так добиваем его. А, нет, нет. Видишь, я все предусмотрел. Так, сначала, да, механо-усилитель. Ну, да. Вот, мы увидели, что все хорошо. Нашего? Не убить. Ну, я пойду... А, дракончиков-выдут тоже не убил нашему. Да, неистовый дракон. И неистовый кизлан. Неплохо, неплохо. Нет, ну, пацан с такой игрой, конечно, реально, либо должен был, этот, на восьмом ходу четыре голема выставить, либо левач. Но им не повезло, что-то, да. Да, что-то не повезло. Ну, реально, какой-то очень-очень дровающий пацан. На арене это не прощается. На арене надо занимать стол, либо у тебя есть уверенный контроль, либо что вообще. То есть, он терял хп, не получал контроль стола, у него было дофигища карт, но преимущество он от этого никого не получил. Может быть, у него было, да, этот, где-нибудь, например, двадцать драконов, которые бахуют от количества карт, и ни один из них не зашел. Вполне реалистичная ситуация. Да, и часто такое бывает. Я буквально вчера... Так, ну я предлагаю оставить только вурдалака, как борца с паладинчиками. Хотя вот облик тьмы, конечно... Не-не-не, облик тьмы, паладин не очень. Хорошо, хорошо, что учел мое мнение. О, смотри, этот вурдалак сюда переместился. У меня вурдалак крайней картой был. Теперь нет. Надо учитывать, что если мы поставим вурдалака и дракончика, то он может убить вурдалака каким-нибудь молотком за четыре маны, или ружьем, и добить нашего дракончика паладинчиком. Не может, потому что паладинчик сдохнет. Правильно. Обсудили этот вариант? Обсудили, да. Ставь дракончика. Все, я как бы... Я самодостаточный человек. Собеседник. Сам, да, сам все сказал. Сам и контраргументы, и аргументы привел. Человек елок. Хочешь что-нибудь взорвать? Хочет взорвать, да-да-да. Собеседник сам. Что, забираем его, не забираем? Ну вот, не знаю, ну, слово тьмы точно не стоит тратить. Тут либо ставить вурдалака, либо, ну, я не знаю, можно... Не, вурдалак как-то мне не очень нравится. Ну, тогда забирай его божественно. Хотя нам... Да не-не-не, вурдалак действительно, наверное, так себе. Интересно. Ну, божественная вот эта вот хрючка. Не, ну, видишь, нам на следующий ход вурдалака будет, мне кажется, еще... Хотя, ладно. Да не-не-не-не, просто если мы сейчас отдадим вурдалак... Ну, правильно, правильно, играй божественную корову. Если мы сейчас просто отдадим вурдалака, то некому с паладинчиками будет бороться, и у нас еще будет дракончик с одним хп, который сдохнет паладинчиков. То есть, ну... А так у нас есть хороший такой контракт с паладином, которого, если что, мы можем сами убить, кстати. Так, это боль, да? Или... Боль, боль, однозначно. Ну, в принципе, вурдалак. Можно вурдалака, можно боль. Ну... Ну, давай, давай вурдалака, давай вурдалака. Законтрили. Болью, конечно, хочется какого-нибудь Даздинга убить. Ну, это как избранник Вилета, вы сами понимаете. Вся игра строилась вокруг этой карты. Вот чё. Лол. Ну, лол. Ну, хотя, всё равно, мы чё, мы убьем ее, конечно, не очень. Что у приказаний? Бедный дракончик. Нужно прийти. Ну, можем отменяться и дракону поставить. Дракону поставить, да. Он вряд ли сможет позволить себе ничего не убить. Да не, может, позволить. Почему нет? Ну, хп маловато, типа. Следуй проколу. Ну, это не так плохо. Ого, ну вот этот вот нормально, на самом деле. Такую хрень им убивать. Он решил бить нам лицо. Ну, чё, убивай сову какую-нибудь, чё бы на ее группу не вернул. И големы подхилимся? Или големы убьем еще эту? Наверное, големы убьем, потому что у него карт мало. Нам надо выжить, потому что, ну, лейт типа за нами. То есть можно тратить карты. Ого, в подвешенном состоянии сейчас у меня была на экране золотимую боль. Ну, в общем, нормально. Чё, есть чувак для убийства всякой хрени. Ну, конечно, он потерял сразу резко 6 статов. А, что-то, где-то 5. Кругов. Свечение. Я бы не сказал, что это суперволуешное тело было. Ну, если начать дракона еще поставить, то просто одну в чё. Чёрт. Неплохо, неплохо. Ну, чё, можно ракичество отдать? А чё, не дракона? Нет. А, он не факт, чтобы нет. Не знаю. Ну, давай, ладно, чё. Давай дракон, мне кажется. Интересно. Безусловно, довольно-таки и неоправданный риск. Даже чего, нет. Ну, мы, если чё, похилить тебя можем, да, Алекс, сразу же. Да. Потому что его-то мы не особо не надамажим. Ну, теперь он будет. Нет. Скорее всего, если... Нет. Гасеет. Но тут изи. Да? Го, вера, мой щит. Да чё, Штормграда и убиваем едите на халяву. А он Штормграда и дракона нашего убили ва... Нет, конечно же корову, лол. В смысле, а корову-то чё? Ну, он голем... Корову по лицу пробиваем. У него хп почти не остается. Не ли чё, а нет, подожди. 15 хп еще будет. Чё? 15 хп у него еще будет. Корому он убьет этим големом и драконом. А этот едите и останется. Ну, дракон-то сдохнет, голем... Со Штормградом у нас... Хм... Так в смысле... Так... Так нет, смотри. Мы ставим Штормграда. Он полностью меняется. Отлично. У него одна карта, да? Так у него дракон не меняется. Так он, во-первых, у него остается жить големчик. Да и фиг ты, один големчик. Так мы ставим корову, и не тот же результат у нас получается? Нет, у нас получается едите големчик. Надо подумать. Надо решать быстрее. Ну ладно, давай Штормграда. Придыщи перед ночью Штормграда! Ну все-таки самым делим. Вот мне кажется. Не, а с другой стороны у нас есть Алекстраза, который желательно бы влупить ему в лицо. Ну короба у нас просто никуда не денется. Придыщи, ничего страшного не привыкло. Что приказание? Да, семейца сейчас. Да, фигняется. Не стал, да? Так, ну понятно, что сейчас мы... Что понятно, что сейчас мы... Мы можем ракетчицу убить этого... Убить Штормграда? Поняться Штормградами? Ракетчицу убить Штормграда, Штормградом убить... Интересно. Ну да, и похилимся. Неплохо сыграно. А драконом ли мы убьем? Ну да, драконом мы убьем. Ну давай. Я лечу! Можно Штормграда убить, но это ничего не имеет. Ракетчицу Штормграда и... Ну обоих убьем и оставим у него двух маленьких существ, да? А вот на следующий ход, что мы, Аликстраза? Ну, хопстоятель. Не знаю, но скорее всего, да. Похилимся. Убав? Нет, не то убав. Можем и корову сыграть. Мы должны очистить солнечный колодец. Нет, уже мне кажется, корову не стоит вернуться. Хотя, сколько у него на столе. О, корову с избранником Елена. Так, подожди, только щит он снимет паладинчиком, да? Ну да, но там все равно придется все отдать ему. Ээээ, дракон ее не добьет. Ну да, давай, давай, давай. Неплохо сыграл. Вера, мой щит. Ну как-то игра вот очень незаметно из-под нашего контроля вышла. Я не знаю, как так произошло. Вроде как все было так понакатанной. Дракончики всякие там, вурдалаки. Северные волки готовы к бою! Ну, черта себе. Черт, секрет. Секрет. Кладничка решил оставить. А, ему без разницы, все равно он всем не добивает. Ну что, майнд контроль? У нас нету. Нету? Нету. Ну, только Алик Страза что-то делает. Я несу жизнь. О, гоблин. Что-то жесть какая-то происходит на наших экранах. Казань. Мамбарбусов, которого нету. Че, все, ГГ? Да, все, ГГ. Никак мы не можем с ним похилить. Так, можем. Посмотрим, что за секрет там. Я еще там еще нет. Да, не покой, да? А, нету, давай. Ты сильнее меня. Да, как-то жестко получилось. Я не очень понял, на каком этапе мы сделали ошибку. Да, сложно вам сказать. У него тоже неплохо было. У него манипулятор, что там, когда он заманипулировал. Ну, пятиманного, семиманного. Это супер был, и это не было. Миротворец. Неплохо был миротворец. Не, у него дракон, конечно, который за одну манну был поставлен. Это круто. Мы потеряли темп очень сильно на этом ходу. Ну да. Сначала нашего дракона. Ну да, нашего дракона превратилось в тигню. И... Оставим, а вот чародея. Ну, оставим, наверное. Ну, хотя можно чародея убрать, а гнома оставить, наоборот. Да не, ну, гнома, я думаю, вообще нет смысла. Потому что мир должен стоять на столе. Давай дракона оставим, он будет у нас в руке, если будет какая-то техника. Не знаю. Можно его убрать. Можно всех троих убрать, чтобы не париться. Ну, оставить ремонтный супербот. У тебя, конечно, мало мехов, и все практически они должны синергировать. Это вообще подстава. Да, нет смысла ставить дракончик, потому что нет никакого второго хода. И с таким количеством бафов дракончик, наоборот, смотрится как-то неуверенно. Угу. Да, все мехи, получается, что-то должны... Там один... Один всех бафает, второй дает хп, там, и так далее. Мы должны очистить солнечный колодец. Вот, чёрт. Плохое у нас сначала. Очень плохое у нас сначала. Ну, ставь паукана, фигли. Ну, да. Не, ну, хорошо, что паукан пришёл. Так бы вообще, конечно, жёстко. Очень много ситуативных карт в этой арене, что, конечно, ухудшает её качество. Ну. Надо было оставлять того дракона. Ммм. Ну. Да, наверное. Ну, сейчас мы всё равно избранниками. Не будет паучка, а вот, блядь. Опа. Ну, чё, берём? Болженом. 7 хп. Ну, неплохо поменять. 5-7. Ну, а что мы дальше будем делать в этой ситуации? Ну, чё, в лицо ударим. Ну, ладно, давай, давай, давай. Ну, это, мне кажется, очень круто. Ну, неплохо, да. В размене нам никак не помогает. Ну, в общем, да, конечно, сделать 5-7 пацана, 6-7 пацана за 5 манны, это неплохо. Ещё и дебаф на фуо пацана. Уже есть желание этого пацана как-то засайленсить. И там уже избранник Вилена из-под сайланса выходит. Не заходя туда, ведь. Особо. Так. Ого, можно начать жахать. Но у нас хп маловато, конечно, чтобы начинать жахать. Наверное, стоит сделать избранник Вилену плюс под хил. Да? Ну, да. Давай. Ну, 3-2 убиваем, Валджином 2-2 убиваем, да? Ну, и Валджину под хиливаем, да? Ну, чтобы он этим... Почему Валджином? Хотя... Ну, в смысле, он тигры... А паука от молнии потерять... А где-то фигня. Ну, ладно. Не, ну, если что, можно... Если он вдруг в паука ударится и даже грозу заюзывает, можно жахалкой будет его давить. В принципе, ладно. Посмотрим. У нас на следующий ход есть... Вообще, у нас есть божественный дух, но, конечно, против шамана, которого есть и сайланс, и хекс. Не хочется это делать. Это весело. Ну, что, у нас какие варианты сделать? Ну, дракон бафнуть его, например. Жахалку, да. Ну, дракон бафнуть хорошего во всех вариантах, кроме того, варианты, если там есть... Хекс или сайланс. Да, по и хекс, он бы уже использовал на Волджина. Ну, да, он его так не любил. Давай сделаем это, давай сделаем. Получается, он будет 12 хп, то есть сначала он бафнется, просто один один. Где там у нас за сайлансное? Нет, это было ошибкой. Это было ошибкой. Чуть-то. Ну, отличие. А, нет. Чё ошибка-то, чувак, по лицу тут пробей, пожалуйста, не надо... Нет, смотри, вылупит один паук. Мы сейчас забьем. Да я понимаю, да. Раз прикольно было бы Штормграда поставить эту. Вот так. Чё, можем чё-то клевое сделать? Мы, наверное, не можем. А чё мы поставим? Ну, можно и усилитель поставить, в принципе. Да нет, усилитель вообще нет смысла. Да, Штормград, наверное, ставим. Всё равно. Ну, а чё? Что, ноу заберёт с рукой и плюс голем, ну, ничего страшного. А может, ремонт снова плюс подхил или нет смысла? Нет, хотя, нет, нет, давай, давай, Штормград, давай, Штормград. Паука теперь чуть жальче. Чем вы. Зато дракон у нас опять придётся. Да, дракон, конечно, вообще эпический. Царь драконов. Если бы ещё Эвелен остался, но у нас есть ещё один колодик, в принципе. Ого, кинжалы пошли, всё, ГГ. ГГ, удаляй кинжалы. Но ещё будет не очень, если он попадёт. Не попал. Не попал, да. Ого. Это было ошибкой. Да, хп ему совсем не жалко. Два раза лицом шестиатачного упанул. Ну, я думаю, облик надо играть. Ну, можно. Мне кажется, стоит удариться драконом в жонглёра, подхилять дракона и кинуть бомбу, мне кажется, это намного лучше, чем облик. Ну, ну, давай. Ну, это намного лучше. Может даже, ну да, бей, ну бьём. Это точно, единственное, что можно выпилять, типа поставить дракончик, наверное, это... Тогда тут любой добивает. Это хуже, да. Особая доставка! Ну, это не важно, кого бы убило. Не, это круто, мне кажется, довольно-таки. Он кучу карт потратил. Следующий ход. Можно поставить ремонтного супербота, плюс механого усилителя. Жалко только, что придётся выбирать. Кого мы бафаем? Так. Не, ну, наверное, лишний раз бафнуть супербота лучше, чем... Думаешь, так, а что у нас ещё есть, в общем, варианты? Особо нету, да? Никакие, ставить и бафать. Один вариант. А почему бы не дать дополнительных хп пацану? Сколько у него будет? Там 5 же хп даётся целых, да? 4. То есть у него 6 хп будет. Ну, нам надо добить шамана. Какая разница, сколько будет хп у них. Ну, ладно, ладно, давай так. Жалко, конечно. Ну, синергия, конечно, очень крутая. Блин, провокатор. Провокатор не лучшая тема. Ну, мы, конечно, можем его каждый ход на 2 дамажить своей штукой. Уже, наконец, взять облик тьмы в руки. Пять гроза, наверное, увеличу. Да, гроза. В чём особо фонд наших провокаций? Ну, с провокациями не очень, да. Получилось. Я у Е у нас нету. То есть... Лаза, которая полезная. Поэтому я и хотел, а у хп, конечно. Ну, чё, я фигачу облик тьмы, добивай и трога. Ну, и дракон, наверное, ставим, да? Да фиг его знает. Мне кажется, лучше дракончика поставить. Хотя не знаю. Ну, просто дракон сдохнет на халяву от рыцаря. Ну, да, я смотри. Ну, он просто из следующих ход так и лял сдохнет. Да. Да я не понял, зачем мы так себя взяли, вот под грозу подставили, вместо того, чтобы сейчас у нас жил бы пацан 3, там, сколько. Передай мне тангенциальный прощатель. Ну, 3-4. Что-то какая-то игра превращается в неприятный диагноз, конечно. Подкипчики всякие. Ну, вращай, чё. Передай мне тангенциальный прощатель. Ну, чё, ставим вардалака и убиваем подхил ему? Я не знаю, чё, можно ставить вардалака и убивать, и фигачить бабу, если чё, она сгорит. А если... Ну, ладно. Тотель её не подхилит. Ну, он подхиляет в конце его хода, он может пропустить ход. Конечно. Или он может, конечно, каким-то нефическим образом бафнуть кого-то из своих. Ну, будем надеяться. Если вардалак сдохнет, ему сейчас либо не добивать вардалака, либо сайленсить вардалака. То есть, даже если у него какой-нибудь дамаг дополнительный на вот бабе 2.4 будет, то всё равно он с собой ничего не сделает. Ну, все размены на его ходу, нам так не поставить никогда. Да не, ну, мы сейчас поставим точно, да? Ну да, наверное. Кого добиваем с одной атакой тотем? Или с двумя хп? Я думаю, может, провокацию добить. Да можно его на следующий ход добить. Можно вообще в лицо ему. Можно в лицо, да. Да, в лицо. Давай, да, начнём. Особых угроз нет у нас. Ну, если у него есть это... Жажда крови? Ну, если у него есть жажда крови, то всё плохо. Он нас рано или поздно всё равно будет. О, зажибись, сейчас я и буду нести жизнь и надежду, наверное, да? Давай, неси жизнь и надежду, а то уже всё заждались. Хорошо. Жизнь и надежда подана, да? Да, не на него, очевидно. Чё, принёс жизни? Угу. И одежду. А, и одежду. Ой-ой-ой. Ну чё, Блодласт или не Блодласт? Если есть Блодласт, то я даже считать не буду. И он даже мог... Ну да. Если нет контры, то мы его добиваем... Я этим займу! Почти Блодласт. Такой мини-блодластик. Ну, не добивайся. Один... Но он как минимум убьёт. Офигеть. Ой, всё плохо. Ой, он не стал её убивать. Ой, краб. Вообще краб. Чё за крабы играет-то? Вообще не понимаю. Ай-яй-яй. Он чё, дурак? Ой, ну бас. Неплохо сыграно, бро. А, ахахаха. Офигеть. Такая... Такую халяву ему подгон сделали. У него бы стоял этот вождь Северного Волка. Наёмник. Мы бы проиграли сто процентов. И снова тьмы смерть. Офигеть. Используя фобисы о легендарке. На этом мы выиграли. Жесть. Пипец. Да, не очень, чувак. А счёт на данный момент получается 6-1, да? Угу. 6-1 счёт. Стоит ещё одну-две игры сыграть. Странно, странно. Да, Андрей, не опаздывает. Да не, не опаздывает. Если обходной лист не уходит. Ну, слушай, я вот уже 4 года живу без обходного листа, или сколько там, нормально. Ночью мне диплом бакалаврский не снится, магистрский мне и так далее. Школьный атистат, правда, жадко. Школьный атистат, правда, ничего интересного нету. Ни троек, ни пятёрок этого события. Хотя нет, там много пятёрок. Чё, Алик сразу оставляем, да? Ну, дракончик убираем, конечно же. Да, Алик сразу лучше. Ну, первые две убирай, фигли. Точно? Вот не получится, как в прошлой игре, что у нас нечего будет играть. Ну, ты хочешь, что есть дворфа оставить, да? Да, хочу оставить. Ну, слушай... Ну, мы дракончика сыграем, и в крайнем случае третий ход пропускаем, а в четвёртый у нас точно будет дворф. Ну, сомнительные аргументы, но я, как бы тут, я этот же не провидец. Ну, как бы, в общем, если рассчитывать вероятность, мне кажется, что дворф особо не нужен. Ладно. Если была высокая вероятность, у него 5 хпшных игр. Рассчитали вероятность, получили корову. Корову, конечно. Так, нет, ну, блин. Кто знал? Просто, если бы у него были хотя бы 5 хпшные юниты, чтобы при вот этом от удачной стечении обстоятельств, у нас всё было круто. Так, чё это? Прокодил. Ну, пока нор. Ставим драконьку. Да чё, пока нор, всё вполне в норму. Не, у нас эта колода хорошая. Единственное, это, конечно, друид, который задолбает нас тяжёлыми существами. Но это как-то... Ого. Он не будет так. Да это Андрей опять. Я? Ну, а кто ещё? Чё за шумело? Давайте там чё-нибудь потыкай, а я пока в стриме. Ну, видите, человек этот, микрофон за 100 рублей, который он купил, постояв у метро с шапкой. Это не так. Ну, покрути... Покрути чё-нибудь. О! Опять плохо. Ну же, Андрей. Ой, ещё хуже стало. Вот сейчас норм. Видимо, он вырвел. Так, норм. Да. Походи потом на стриме. Да, нормально. Нормально, нормально. Так, ну чё будем делать? Играем, наверное, мех техника, да? И волка убиваем, да? И крокодила убиваем. Ну, или волка. Ну, наверное, крокодила лучше, да. Наверное, крокодила. Или волка. Лучше волка, наверное. Волка! Фигачь волка! Всё, не отвлекай. Нормально я делаю. Ну, просто... Этот... С точки зрения провокатора это более логичный ход. Мы должны очистить солнечный колодец. А вот с этой точки зрения менее логичный. Надо было крокодила убивать. Ну, ставь дракона, фигли. Меня наполняет... Но провокаторов всё-таки больше, чем мы должны очистить солнечный колодец. Ну, как-то да. Эта карта нас достаёт. Что в прошлой игре она очень сильная валуе дала, что сейчас. Но зато можно удваивать хп без зазрения совести, если сейчас он не будет полностью меняться. А даже если будет полностью меняться, у нас получилось 2 карты в 2 карты. Ну, за всё время 3 карты в 3 карты. Главное, чтобы панда на 4-м ходу нам бы никак не помогла. Твоя магия тебя не спасет. О! Вот ты! Ещё не будет... Вот зашибись. Чё, удваиваем хп и... Какой смысл? Чтобы убить сайленсера и жить. Прекрасно. С шестью хп. Ну, я бы поставил тётку просто и там дракончика. Так я убил бы. А, хотя... Ну, и убил бы там дракона или кого-нибудь. Ой, крокодила или тётку. Ну, явно тётку стоит убить, чем крокодила. Ну... Не знаю. Ну, можно и так, конечно. Можно. Не, ну можно. Там же тоже с бафом лезать, да? То есть баф вместо дракона. Не, ну... Девочку с драконом поставить тоже хороший вариант. Не будет ли у нас много 2хп-шных пацанов? Будет много 2хп-шных пацанов, единственная тема. Ну и чё? Ну ладно, пофиг, пофиг. В худшем случае он останется с голым сайленсером. А какой голый сайленсер? Кому он нужен? Ну, вообще, конечно, божественный дух хорош на корове. Здесь на корову нет сайлца. В принципе, такая плюсовая тема. Вот-вот про то, что я говорил. А что же они такие лакеры? Да, я, в принципе, взвесил. Чё, ну, остается у него один сайленсер. Ничего-то такого сильного. Нет, ставим корову нормально. Я всегда стараюсь отталкиваться именно из неблагоприятных для нас вариантов. Не будет ли такого, что это. Ну, вообще, на самом деле, вот задроты, стримеры, они в основном так думают, что... Ну, там же не может быть волны огня-то у мага-то. Поставим так, а потом такие, да ёп, РСТ. Ну, блин, я играл максимально плюсово, если у него не будет волны огня. Я стараюсь отталкиваться именно от неблагоприятных таких вопросов. Сейчас я взвесил, что самое плохое, что это задопад. Получается, что у него остается сайленсер на столе. Ну, в принципе, не так уж страшно. Учитывая, что вероятность этого исхода небольшая, хоть он и был, но мы сильно минусом не оказались. Вот я хочу, чтобы мистик Кизана сыграл на этой арене. А у меня, когда появляется такая цель, то всё остальное отходит на второй план. Ну, сейчас мы ждать не будем. Ну... Ну, слушай, не знаю. А почему дракона? Ну, у него шесть атаки. По свайп, что ли, хочешь? Думаю, что он на одного дракона сейчас свайп встает. Ну, он может встать. У него шесть атаки. Не, ну... Мы можем... Бафнуть его. Шесть-восемь это вообще клёво. Ну, шесть-восемь лучше, чем шесть-четыре. На свайп то он сейчас встать. У нас есть лекарства. Нам... О, мы сейчас вообще можем плюсово. Ну, я бы не сказал, что прям сильно плюсово. А, типа удвоить, убить и похилять, да? Да, еще кизану сыграй. Давай. Ну, в общем-то, чё? Что он свайп? Мало чем поменялось. Даже если он его засайленсит. Ну, мы на халяву убили. Ну, за две маны и за одну карту? Ну, да, в общем-то. Я бы не сказал, что прям на халяву. Так, где наше слово? Сначала было слово, потом было дело. О, замечательно. Я понял, как бы нам теперь дадут карту на халяву? Да, тут как бы без вариантов. Один ход. Я понял, понял. Сейчас слово даду, фигняк. Спасибо. Ну, что, супер-бота ставь? Ну, ставь супер-бота, фигли. Все равно, что ты захочешь бабать по-другому-то. Все равно ты захочешь этим... А как тут чел называет? Фигеть, раз. Слово другое надо. Ну, жахалку, наверное, давай, врубай. Надо исправить больную смерть. Обликом тьмы надо. Облик тьмы еще превращал бы все ваши слова тьмы в боль в слово тьмы смерть. Так нет, что, бьем дракона мы убиваем словом, да? Ой, что-то словом, обликом. Да, обликом. Или карту. Не, какую карту, че, ну, баст? ХП у нас довольно много. Что ж, мы играем против рогатого на арене. Вряд ли все-таки у него здесь будет комбо. Надеюсь, по крайней мере. Ну, будем исходить из-за того, что есть. Из-за того, что есть, да? Не, ну, я стараюсь минимальной темы, но как бы не совсем наркомания. Просто одно дело волна огня у мага, а другое дело эпическая карта в комбинации с редкой. Вот че? Слово как-то не заходит. Ну, че, ставим? Дракона, да? Дракона и добиваем этого ниндю обликом и... О, ниндю. И хера, обилкой. Это и есть. В смысле? Ты о чем? Божественной карой и рукой нашей вот этой вот кривой. Ты два раза карбой. А-а-а. Ну, Андрей, даже два раза руку использовать не может. Такой упор-то звук всегда. Ну, ставь, наверное, ставь, че. Ты можешь не ставить этот, малоотаченные карты посередине. Это же... Это же... Не знаю. Да. Вдруг там рога. Нормально, мы мы какое-то слово используем. В свете все равны. Он бьет на шлицо. Да, я заметил. Ну, слушай, может... Есть вариант такой. Сделать шальную ракетчицу и механом усилителя. Есть в случае чего... В случае, если все получат вихрь, да, то мы его добиваем. Ну, если ракетчица получит божественный щит, то тоже, мне кажется, плюсовая довольно-таки тема. Ну, понимаешь, мы тут... Ну, нам придется меняться, если у нас все получат провокацию. Ну, да. Придется меняться. Ну, если все получат провокацию, то жопу удаляй. Не, нормально, нормально. Но лучше больше божественных щитов и нисцов. Так, 10... 19... Личник хорошо раскидал. Ну, чуть-чуть не хватает. На борме плохой, но раскидал не так, как надо. Но меняемся, да? Да, меняемся, наверное. И убиваем... Обоих. Обоих нисцовством ветра или что? Да. Зачем? Я думаю, это... Я бы купил облицо и облицо. А звездами он на весь стол. Ну, ладно, пофиг, не будем думать о звездах. Давай будем полетрубить. Так, не, ну, даже если так, то у нас еще будет шанс выиграть. Будет, будет. Да задолбал он своими деревьями. Хочешь поиграть с ним? Нельзя это на дерево сделать хоть чуть-чуть больно. О, может... Подпильки. Отрезать веточку ему. Тихо-тихо-тихо. Мне хотя бы лисичь лисит. Мы же добьем его сейчас. Ну, летал, да, наверное, чего? А зачем? Не знаю. То есть, что ты мне показываешь, что ты не зря... Не зря взял боль. Да, конечно, сложновато без слова тьмы смерти играть против друидов с двумя деревьев и 8-8, но мы, мне кажется, справились. Что на самом деле очень сильно, учитывая, что друида очень сложно законтрить без БГК, без слова тьмы смерти с такими деревьями. Так-то жрец... Друид потратил 8 маны, жрец 3 и может еще полноценно находить. А так мы хорошо сыграли под эти деревьями. Ну, давай последнюю. Давай. И будем еще... Растянем это удовольствие на еще одно видео. Валера. Ну, Валера либо супервалуешный, либо проигрывает. Опять вопрос, оставляем дворку или нет? Ну, ты заварился с вами дворку, но можно оставить. Можно оставить. Я не против. Не, давай. Все-таки будем это... Не, ну, в смысле, сейчас... Не, ну, против Валера дворк не очень. Вот избранник. А мне одну карту вообще не дали, а вот дали вот дулак. Просто вместо дворка пустое место осталось в выборе карты. Ну, что, механо... Механо, ставь механо. Механо QB. Единственное, конечно, мы очень сильно проигрываем, если он сейчас союзает кинжал плюс удар в спину. Ну, хотя не так прям сильно, но... Не, нормально. Ты постоянно капкаешь. Нет, на этот раз. Ты сейчас тоже, я не пытаюсь. Не ставь голем, фигли. Прикольно, что в опт-сервер моде сначала ты пропускаешь ход, потом у меня появляется один седой волос на голове, а только потом анимация удара. Ну, что, сейчас у нас есть избранник, можно очень хорошо разменяться. И автобродобрей вообще не в тему получается. Сейчас даже есть шанс... Ого, что это такое? Ого, вот я вот про этого пацана как раз говорил. Оуу, супер. Ну, избранник и сюда, да? Чего? Ну, избранником бафаем механосборщик, чтобы он не убил его. Эээ... Ну, а что еще? Ну, а бить големом по пацану? Нет, этим же... Да подумать. Механосборщиком. Да, тут же 4, 5... Не, не хватает, черт. Ну, ударим, да, големом? Да, големом? Так нет, подожди, если мы ударим механосборщиком, то у него будет 2 хп, его добьют, да? Ну, значит, голем, бафы этого бей. Ну, это просто пипец. Все, все в нашего механосборщика, чтобы его ремонтным суперботом бафнуть. Твоя магия тебя не спасет. Ёооол! Всё, закливаем. Просто удаляй какой-то. Ну, наверное, вурдалаг, что ли? Ну, давай, наверное, вурдалаг. И что ещё делать? вурдалак и яростным пиром... Или это тупо? Это тупо, тупо. Он пироманта кинжалом добивает. Ну и всё, и бей по лицу. А на следующий ход мы добиваем его сайленсера яростным пиромантом и обликом тьмы. Я понимаю, звучит сомнительное. Не-не-не, мы ремонтного играем на этого и добиваем. Нормально. Ну да, можно и так. Нет, есть менее сомнительный вариант. Ну, потому что в таком случае у нас хотя бы существовало будет 5-5. Вот, держи, грубо говоря. Чё-то так. Не будет. Не будет существовало. Не, ну можно, конечно. Ну можно облик тьмы и разменяться. Как тебе вариант? Ну, другой вариант, мне кажется, сделать ремонтного супербота, и у нас будет два шесть... И он на следующий же ход за сайленсер. Ну, можем, конечно, но это не такой плюсовый сайленс для него. А есть у нас какие-то мей... Ну, у нас вообще на самом деле... Ну, ещё и Вилен есть, ещё и Волджин есть. Ну, в принципе, да, пусть сайленсит. Кого-то чей мейт. Пусть сайленси чё нам... Тогда мы узнаем, какой у него есть. Он 16 хп стал. Чего? 16 хп, говорил, у него осталось. Обликом будем добивать. Да, у нас есть уже опыт с шаманом-то. Если он таки... Да, если он таки свой хатов, он труд. Да. У нас есть облик. Не, облик на самом деле таким манёвренным делают на арене жреца, потому что под него никто не рассчитывает особо ничего. То есть пацан понимает, что... Блин, не хватает, да, чтобы всё круто сделать. Ну, мы можем сделать не очень коротко, но тоже неплохо. В смысле? Ну, сейчас в лицо облик добили панду. Ну, да. Да, да. Ну, кинжалом он точно нашёл, а супербота, наверное, добивать не будет. Мне что-то подсказывает. Да пусть добивает. 30 хп у нас до сих пор. Что-то мне подсказывает, что Олег Страдов... Вот, вот, а у него 11, и поэтому... Ну, да. Ну, то есть под облик тьмы никто не рассчитывает. Понятно, что все думают, что так, кольцо света, не надо оставлять много существ с двумя хп, там, все дела. А под облик тьмы, вот, он думал, что панда, всё, он пандой разменялся, и эта панда с двумя хп будет стоять до скончания веков, пока мы пять-пять об нее не отдадим. Уго, тихо, что ли? Может, у него тоже есть лицо? А, нет, я думаю, на руку бельце. Плохо взял, короче, и скупе нам снял. Ну, чего, у вас обнову ставим и руку бельцу? Ну, да, наверное. Ну, или там придут тьмы сильные. Ну, да, рукой в лицо, О, на следующий ход можно будет пироман. Ещё раз рукой в лицо можно будет. На следующий ход можно пироман для созвоения хп. И добить тетку. Добить тетку, ну, сомнительно-ка, и звучит. Но ему каждый ход надо чистить. Поэтому. Ну, да, если он не будет чистить все, будет довольно проблемным. Потрошение. Ах ты, да. Да, шру это неплохо. Ну, вот можно пиромант плюс баф и добить шру. Баф плюс добить шру, да. Хочешь поиграть с огнём? Ещё это на кончику лезет. Сложно-сложно, конечно, без контроля. Блин, жрец, жрец без контроля какой-то. Бесконтрольный жрец. У нас в Волджин есть. Ого. Ну, ты не можешь своего брата по невязвимости к магии убить. Чёрт. Мы не можем этого убить. Чё мы не можем? Его убить рукой. Да, он бьёт нас раньше. Ну, наверное, Штормграды и Пиромантов могли делать. Ну да, они плохой ход. Перед мощью Штормграда! Хочешь поиграть с огнём? Ой-ой-ой. Да, ещё рыцарь, гад, к магии не уязвим. Да, что ж такое-то? Ну, ты пинесёшь. Твоя магия, тебя не спасёт, ты... Вот это просто эскиз из рукава. Чё-то он нас бьёт. Больно. А я тебя убил? А в Кухете выбил нормально. Так, ну чё, мы добиваем Пиромантов вурдалака, добиваем обилкой сайенсера, ставим дракона... Да. Двух. Можем трёх поставить. Ну, ставим всех драконов, которые мы можем поставить. Почему не в середине? Ну, чё я за фейлин? Да лол, Андрей, да потому что против всех надо так ставить. Механика вызывали? Я вспомнил, когда уже отпустил его. Но у него нет этой... Надеяться на... Ух ты. О, мы такой... Да он прямо этот жаждет нас убить. Ну... Усиление начинается. Всё. А дракона поставить сначала? Не плохо. На всякий случай, нет? Какой случай? Что он сделает, только хуже? Нет, что мы его и будем не добивать, и у нас провокатор. Каким образом? Рукой бы я добил бы, в любом случае. А, да, я... Да. А у него было... Я посчитал. У него 9, у нас 7 на столе, плюс рука 2. Неплохо, слушай. Неплохо. Считать это неплохо. Ну, ладно, давай закончим кратким показом нашей колоды. Хотя она и так весь стрим висела, что я показываю. Ладно, ребятки, будет третье видео. Общий счёт у нас получается 7-1. 8-1? 8-1? Да, 8-1. Мы сегодня 5 игр сыграли, что ли? Да. Нифига себе, а как будто... Психологически... Мои психологические игры 4. Ну, ладно, всем счастливо, до новых встреч. Увидимся в следующих видео, в том числе по Хардстоуну. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.